МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел пресс-конференцию для простонников российских региональных сродков массовой информации, удельников традиционного пресс-тура в Беларусь. Мероприемства проводятся уже в 13-й раз. В этом году его удельниками стали около 100 простонников СМИ и блога сферы 46 регионов России. Глядите телевизийную версию пресс-конференции у вечернем эфиры беларуских телеканалов. Протягиваем выпуск. Центр традиционной китайской медицины плануется створить у Гомельской области. Максима заявления медустановы и шарах инших пытаний у международного супрацовництва обмерковали подчас визиты у китайскую провинцию Сычуань делегации Гомельской области. В ее складе были представители областной и городской улады, предприемства Гомель-Абл-Хардж-Прам и мелковито отделения Беларусской гандлево-промысловой палаты. Подчас перемог китайских специалистов запросили наведать наш регион, как ознайомиться с мягчимостями створения медицинского центра, а так само принять удел в Гомельском экономичном форуме-2017. А на сустрече с керавництвом китайского города Чэн-Ду был подписан меморандум об установлении относительно Сябровского супрацовництва. Визит нашей делегации завершился у делом у форуме «Инвестиции за мяжой». У приватности отбылась презентация экономичного и инвестиционного потенциала Гомельской области, подписанных шерых документов, у темлику помеж гандлево-промысловыми палатами. Так само обмеркованная мягчимость реализации инвестпроекта на территории нашего региона. У приватности организация вытворчасти по перепроцовце Драунины. А кроме того, разгледжены питания из внешнего гандлевого супрацовництва, например, экспорт кондитерской, алкогольной продукции и молочных вырубов. В наступном году на Гомельшине плануется побудовать каля 390 тысяч квадратных метров жилья, 50 тысяч с держпотрымкой. У темлику для категорий граждан, которые имеют право купить квартиру на льготных умовах. Как выражается вопрос с будовництвом жилья для шмадетных семьев, доведалась Марина Северянова. Всю лето на Гомельшине у новой квартиры уселились 322 шмадетные семьи. В наступном году отримать льготный кредит на будовництво жилья смогут шмадетные семьи, которые стояли на улику для поляпшения жильевых умов не меньше к 3 годы. Как выяснилось, сейчас разговор идет только о выделении льготного кредита на будовництво квартиры. Списанное индивидуальное будовництво по кульформироваться не будут. Пробуем на сегодняшний день спланировать так строительство жилья на 2017 год, что наставит под большое сомнение, что мы сможем это сделать по ряду причин. Основная причина, что семьи, которые состоят на учете более трех лет, некоторые с седьмого, восьмого, девятого и так далее годов, у них не хватает, например, 10 квадратных метров жилья. То есть они родили очередного ребенка, и у них льготный кредит только составляет 10 квадратных метров. Для того, чтобы им построить даже в дополнение однокомнатную квартиру 45 квадратных метров, им государство только даст 10 метров квадратных при рождении, а 35 метров квадратных они обязаны заплатить собственными средствами. Конечно, у такой категории людей таких денег нет. В связи с этим эти люди все время отказываются от строительства жилья, эти многодетные семьи. Еще одна причина – час кошмодетных семья у них может заплатить за распроцовку проектно-кошторысной документации. Это каля 8-9 миллионов. А кроме того, не все могут знасти поручителя. Например, каля проживают у сельских населенных пунктах и мают низкий доход. Есть проблемы по включению их сегодня на строительство квартиры по госзаказу. В связи с этим вот такую задачу будем выполнять, она будет поставлена в этом году. Поэтому будем прорабатывать каждую многодетную семью. И районы будут принимать решение, что дальше с ними делать. Как помочь сегодня данной семье улучшить жилищные условия. Дарыши цены на квартиры на другосном рынке у Гомеле снизились с початку года на 16%. И зараз складают в среднем 580 долларов за квадратный метр. Резкое снижение покупальницкой активности у первом квартале изменилось невеликим ростом попыту. Причим, по республице ее назначены только у нашим областным центры. Колькость сделок куплю-продажу выросла на 8%. Найбольшей популярностью корыстались двухпакайовые квартиры. 47% – адагульной колькости сделок. На долю однопакайовых пришлася кожная третья сделка. Марина Северьянова, Михаил Рабко, Утель, Радо и компания «Гомель». В этом году в регионе зарегистрировано свыше 40 ДТЗ с уделом детей. За пошли 5 годов у дорожно-транспортных здарениях на территории Гомельской области загинули 19 неполнолетних. Борщак 300 отримали травмы разной ступени тяжкости. В сегодняшний день Державтоинспекция проводит декаду, заховая безопасность детей у автомобилей на 100%. На этот час да и узмоснить контроль за выполнением всех правил перевозок детей автомобильным транспортом. Так само заплановано проведение информационной работы сярод насильництва. Сегодня означается Сосветный день некурения. Подаденных областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, зараз в регионе означается тенденция снижения колькости курильщиков. Так, с 2012 по 2015 год, лишь бы с пожилцов Тытуню в нашем регионе, сменшилось, прикладно, на 4%, и зараз складывая около 22%. При этом мужчины в Беларуси больше активно отмываются от шкодной звычки. На протягу прошлых двух годов смогли кинуть курить 5,5% мужчин, и к руху больше за 3% женщин. Министерство оховы здоровья Республики Беларусь активно выступает за усмазнение законодавства, которое обмежевывает с пожилания Тытуню. Сярод пропонул по ширине список громадских мест, где курение заборонено. Плануется так само заборонить курение у присутности детей у автомобилях и помешканьях. Напереда днесу светных дня дитятя, яке означается 20-го листопада, сегодня в Гомеле проходит экологичный конкурс «Нашу Тульный дом». Сяроды гаудельникова маль 200 детей. Усеяны з'являются выхованцами интернатных специализованных установ дитячих домов и социальных притулков. Ганна Ковалева протягнет тему. У першиню конкурс пройшел 11 годов тому. За этот час яхаудельниками стали больше, как 2000 детей, а колькость установ, яке что год примать удел, выросла у три разы. Вообще это экологический проект, который родился в 2002 году. Юное дарование «Экология 21 века». Девять мероприятий в этом экологическом проекте проходят в течение года. Это и посадка аллей, это зеленый витамин, как вы помните. Но у вас очень много направлений в данном проекте. Конкурс «Наши тульны дом» накированы на экологичное выхование простворчасти. На малюнках детям треба адлюстровать свой погляд на сучасные проблемы новокольного сяродзя. Другий этап творчего споборництва – театрализованное представление на экологичную тематику. Свои таланты юные артисты продемонстровали на сцене областного палаца творчасти дятей и молоди. У нас в семье 10 детей, мы воспитываем уже, работаем 10 лет. Ну, жена проработала в садике, мы своих воспитали семерях. Вот, и продолжили. Всегда, какие конкурсы, мы всегда участвуем. Им интересно в конкурсе поучаствовать, показать себя, проявить как-то. Проведение конкурса стало макшимым, декучи доброхватным охверованием, которые поступили на рахунок Белорусского детского фонда. На эти сроки набиты узнагороды для детей. Про это незалежно от прозовых мест, у подаронки подрихтовали для каждого. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Международный день студента. На Гомельшине зараз денежная 7 ВНУ. Студентский билет мают 37 700 человек. Их это не только жахари Беларуси. Заведом и в Гомельске установы, адукации, все частей приезжают граждане замежных краин. При этом наденной форме навучания у державных ВНУ в области спостегают азы профессии 60% студентов. Подаденных Головного статистического управления Гомельской области перважно больше студентов учатся на правоведов, экономистов, специалистов в сфере коммуникации и организации вытворчасти. Меньше за инших рыхтуется специалистов для лесной и сельской господарок, а так само садово-паркового будовництва. Но перед днем Международного дня студента у Лядовом палаце прошло массовое катание. Такий подарунок для молодей подрихтовала Гомельская городская организация БРСМ. У акции приняли удел больше 150 студентов. И они собрались ака позначить свое свято великой кампании. Активно и по-спортивному. Подчас флешмобу удельники катания выстроились с табличками. Надпись «Клавбиншаваня» с днем студента Гомель. «Похожая акция была в преддверии 25 января, дня студента еще одного. Но мы немножко изменили формат, расширили именно путем подготовки таких интерактивных выставок. И отличительным моментом этой акции является то, что сегодня студенты тематически подготовили в соответствии с тем, какую они получают специальность. Здесь можно увидеть и медиков в халатах, и строителей в хасках. За что любим студенческую жизнь? Даже за эти мероприятия. Потому что здесь мы видим всех своих друзей, встречаем здесь. Их очень много. За эти мероприятия, как раз таки, большинство из них, это, скажем, небольшая халява. То есть приятно куда-то пойти, сходить. Особенно от БРСМ какие-то подарочки получать. Так что это плюсы. На этом выпуск завершенный. У студы працаваў Яуген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!